Финансирование государственной программы комплексного развития села могут увеличить в 2020 году до 60 миллиардов рублей. Сейчас на эти цели в федеральном бюджете заложено 37 миллиардов. Об этом депутат Государственной Думы России от Ненецкого округа Сергей Коткин сообщил во время встречи с депутатами Совета Заполярного района в рамках последней в этом году региональной недели. Увеличение финансирования программы комплексного развития сельских территорий может быть увеличено, если в следующем году в стране продолжится рост нефтегазовых доходов. Сегодня они составляют 61% от доходной части бюджета. Сергей Коткин отметил, что принятие в 2019 году госпрограммы по развитию села стало одним из достижений депутатов Госдумы нынешнего созыва. Прежде мы плохо понимали, как используются федеральные деньги, насколько эффективно, поскольку они были разбросаны по многим программам. В большей части эта программа не выполнялась. Сегодня же будет отдельная программа по развитию сельских территорий. Мы попросили в ходе рассмотрения бюджета 2020, 2021, 2022 года, чтобы финансирование было увеличено как минимум вдвое. Правительство пошло нам на встречу сегодня. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» рассчитана на 2020-2025 годы. Общий объем финансирования – порядка 2,5 триллионов рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 1 триллион. В число приоритетных территорий, развитие которых должно идти опережающими темпами в рамках госпрограммы, вошли субъекты Арктической зоны России. Вопросы, которые Сергею Коткину задавали депутаты Заполярного района, касались именно развития сел в регионе. В частности, оборудование сельских аэродромов трапами или амбулифтами, пересмотра перечня обязательных нормативов содержания многоквартирных домов в селах, а также газификации. Кроме того, в ходе встречи депутат рассказал об итогах последней сессии Государственной Думы и принятых положительных решениях. Это, прежде всего, эффективность использования бюджетных средств. Если раньше средства поступали с федерального центра летом, потом пару месяцев контрактов, аукционы разыгрываются, и когда уже первые снег и морозы начинают строительство вести, то сейчас принято решение. Сегодня правительство уже подготовило все нормативно-правовые акты, правая база готова, и нас заверил председатель правительства о том, что финансирование регионов, субъектов начнется в январе месяце, в феврале, и уже в течение месяца субъекты должны распределить финансирование по муниципальному образованию. В рамках встречи стороны также подвели итоги уходящего года, обсудили ход реализации национальных проектов в регионе и наиболее актуальные вопросы, стоящие перед районными властями.